В течение двух дней в Венсполском замке Ливонского ордена можно было погрузиться в атмосферу Средневековья. Во внутреннем дворике замка шли тренировочные бои, со второго этажа, за которыми взволнованно наблюдали дамы. Но волноваться было не о чем. Это была всего лишь тренировка. Известно, что раньше в орденских замках солдаты в свободное время много тренировались. Поэтому и сегодня это не совсем турнир, больше тренировка. Рыцари, принадлежащие какому-то орден, турниры по любому случаю не проводили. Каждый турнир имел строгие ограничения. Чтобы принять участие в турнире, надо было иметь особое разрешение мастера. Просто потому, что захотелось, в турнирах принять участие нельзя было. Очень строго регулировалось, что можно, а чего нельзя. Турнир считался развлечением. Орденским братьям, рыцарям не запрещалось, но они должны были получить особое разрешение. Бои в замке Ливонского ордена в эти выходные проходил в основном в тренировочных костюмах. Не все надевали полное рыцарское обмандирование. Тренировочные костюмы – это та одежда, которая надевается под рыцарские доспехи и позволяет смягчить удар. Сами же доспехи делаются полностью из металла. То, что доспехи средневековых рыцарей были очень тяжелыми, – это миф. В принципе, они в основном были легкие. Если сравнить с экипировкой в современных военных, то у средневековых военных доспехи были легче. Мифы о том, что рыцарь, упав с коня или попав в болото, не мог подняться – это неправда. Герман Лебедев теперь отважно сражается мечом. Увлечение рыцарством началось шесть лет назад и стало причиной выбора дальнейшей профессии. Герман закончил исторический факультет. Сейчас считаю своим священным долгом продвигать исторические традиции в массу. Посредством этой материальной культуры и образа, который вы можете и увидеть, и потрогать, и даже прочувствовать, одев на себя рыцарские латы. Пока рыцари тренировались, всегда мы спешили приготовить сытный обед. Лаума Дедя открыла нам секрет, какой ингредиент обязательно должен присутствовать в рыцарском блюде. Конечно, мясо, чтобы укрепить кости. Им нужно наварить суп, а различные тушеные блюда с мясом сделать. Мы варим суп, мясо уже в котле. Сейчас будем класть овощи. На турнире были представлены и древние ремесленники. Гунтес Якубовский сдемонстрировал, как менялись со временем украшения в Курзамы. В XIV-XV веках в Латвии уже ощущалось влияние западной культуры. Если до XIII века в основном делали подкововидные и арбалетовидные сакты, то, начиная с XIV века, начали делать круглые. У курзамских сакт часто какие-то подвески, это чисто курзамский говорит. В старину курзамские женщины могли надевать до 10 браслетов на одну руку, кольца на каждой палец руки и до 20 сакт. Довольно скромным был образ средневековой женщины Англии первой половины XIV века. Одежда была трехслойной. Первый слой – ситцевая рубашка. Затем идет киртл, который сшит из шерсти. Сверху идет сюркот, тоже шерстяной, с меховой отделкой. Это стильно. Конечно, должны быть пуговицы. Пуговицы располагаются от кисти до локтя и даже дальше. На голове женщина носила двуслойный платок. Два платка. Нижний называется «Вимпл». Верхний развивается свободно. Нижний платок прекрасен и зимой, и летом. Летом не обгорает грудь, которую он прикрывает. А зимой он прекрасно согревает. Платки могут быть льняными, могут быть шелковыми. Если человек увлекся средневековьем, то это навсегда говорят участники турнира. Старающийся на подобных мероприятиях воссоздать атмосферу того времени, прибегая к помощи не только одежды, игр, но и музыки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok